Юных художников-любителей, которые решили расписать красками автобусную остановку, зафиксировала видеокамера «Безопасный регион». Нарушителя быстро выявили и пригласили в отделение полиции. Я приехал в отделение, мне рассказали, что я сделал в такого-то числа. Я говорю, да, да, это я, по-моему, все на все произною, согласен. Пришлось оплатить штраф, да? Да, ну не штраф, а возмещение имущества и все, да, я платил. Казалось бы, глупая шалость чуть не обернулась для Антона уголовным наказанием по статье «Вандализм». Свою вину сразу же признал и раскаялся, да и служба в армии на носу. Говорит, не ожидал, что замена лишь одного стекла обойдется ему в 32 тысячи рублей. За 9 месяцев материальный ущерб на восстановление разбитых стекол, а также ликвидацию вандальных надписей и всего остального, у нас на сегодняшний день оплачено подрядной организацией порядка миллиона рублей. Остановочные комплексы делают из специального каленого стекла. Их ежедневно убирают и моют чистящими средствами. Для желающих подать объявления установлены специальные щиты. Видите, сейчас установлены щиты практически на всех остановках. Мы пытаемся как-то людям объяснить, что не нужно клеить какие-то объявления и все остальное. Видите, что практически по два щита на каждой остановке стоит. Один из них под рекламу, если кому-то необходим какой-то, а второй именно для размещения, расписания автобусов. Одним словом, чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. И если каждый из нас будет соблюдать элементарные правила, наши автобусные остановки и сам город всегда будут радовать чистотой, красотой и порядком. Полина Бахова, Фарид Харидинов, телекомпания Одинцова.